здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на кухне художника с вами я светлана романова я художник преподаватель а здесь я выкладываю видео на как показываю как и что я готовлю сегодня у нас слоёно-дрожжевое тесто из него мы будем готовить пирог с лимоном тесто было разморожено заранее но было покупные два пластика общий объем общий вес полкило этих пластов один пирог у нас будут закрыты один пирог основания и 2 пирог у нас будет крышечка раскатываю я на таком силиконовом коврике немного его припудрив мукой ну за отсутствием скалочки я использую бутылку с водой так что если вдруг у вас под рукой скалки нет возьмите это на заметку мне пластиковая бутылка к ней практически ничего не пристает по крайней мере у меня такой такой опыт тесто мы раскатываем для пирога она конечно не будет таким пышным поскольку когда слоеное тесто подымается его желательно как можно меньше раскатывать но для пирогов мне нравится тонкое тесто поэтому мы его вот так раскатываем увеличив размере примерно два раза в наших магазинах тесто будет такие стандартные есть пласты они где-то там примерно 25 на 25 вот такого размера и где-то вот мы его увеличиваем раза в полтора точно если не 22 наверно как получится да тут зависимости от вашей идеи и как вы хотите насколько пышный пирог такие пироги можно конечно даже делать открытые можно делать слойки с лимоном вот я раскатала пласты и на первый пласт выкладываем лимон как вы видите он у меня измельченный блендере прямо с кожурой я только вынимаю косточки и полностью его измельчаю добавляю немного сахара по вкусу желательно чтобы такая приготовленная лимонный такой масса чтобы она стояла хотя бы сутки когда он как-то более плотно будет себя вести и не будет излишне тесто размачивать и вообще даже прием если банку перевернуть квертном он даже не выливается то есть он как-то в такое ну не не желеобразная но в такой конфитюр он не варится конечно просто измельченный добавляем сахара для пирога очень толстую начинку мы не делаем наверно миллиметре миллиметра три где-то так вот из краешков оставляем поскольку пирог закрытый небольшую каемочку для стыковки двух пластов можно конечно различную конфигурацию делать и какие-то пирожки тут уже как ваша фантазия захочет можно экспериментировать вот начинка уже положено мы закрываем прежде чем закрыть нам надо яйцо одну болтать целиком можно желток можно целиком и краешки промазываем для ну так скажем яйцо у нас с клеящей клеящее вещество действует да вот кисточкой пищевой промазываем это все и далее у нас остается яичко для того чтобы пирог сверху нужно помазать он тогда будет такой блестящий коричневый а если не помазать будет такой более белесый и матовый поэтому тут уже как кому нравится так склеиваем можно придавить можно прищипнуть как больше нравится вообще если пера пирожок после этого еще немножко постоит он чуть чуть больше приподнимется вот прокалываем вилочкой чтобы вышел лишний воздух чтобы пирог так не надувался желточком оставшимся промазываем вверх пирога чтобы был красивый но по идее можно даже чем-то украсить но в данном случае я как-то этим не озадачиваюсь ну и собственно разогреваем духовку где-то градусов двести сто восемьдесят да нам нужно разогретая духовка ну и выпекаем наверное минут 20 примерно так ну надо смотреть по по состоянию вот видно что немножко надувается поднимается вот так уже зарумянилась красивая корочка и отдав ему слегка остыть можно уже его нарезать и подавать к столу и вот такая приятная кислинка тесто как вы видите если оно не чисто слоеное а слоенодрожжевое оно не как у наполеона прямо такими перышками да она какой-то такой промежуточный вариант довольно мягкая и вместе с тем воздушная легко режется довольно тоненький он получается ну и собственно вот и все секреты их так особо нет секрет поэтому попробуйте кто умеет время чтобы сделать слоеное тесто самостоятельно замечательно ну а если нет то купите упаковочку на пробу и время имеем немного времени вы приготовите прекрасный пирожок чая спасибо всем за внимание ну и по нашей традиции в конце несколько работ различных художников как раз на тему выпечки сдобы вкусного ужина приглашаю вас подписываться на другие мои каналы сейчас вы увидите ссылочку они об искусстве о живописи о витраже путешествиях всего доброго до свидания до новых встреч